Это не рисунки на заборе, а уличное искусство. В Екатеринбурге стартовал пятый международный фестиваль стенография. Стены, ограды и трансформаторные будки в холсты превратят 40 художников со всего мира. Но обрамить эти шедевры должны Екатеринбургские улицы, потому никаких заготовок у стрит-артеров нет. Художник приезжает в город, он смотрит на те поверхности, которые мы предварительно согласуем. Он приезжает на место, изучает как раз эту локацию и делает эскиз. То есть все решается здесь и сейчас. Простора для творчества художникам хватит. Для фестиваля выделили 20 объектов. Это почти полторы тысячи квадратных метров. Фантазировать стрит-артеры могут на темы чемпионата мира по футболу, образов Екатеринбурга и на свободную. А победителя выберут горожане. Голосование открыто в интернете. Одна из самых масштабных работ украсит Дека Лаврова. Там уже появились очертания героев славянской мифологии. Художница из Новосибирска Марина Ягода еще и работает над собой. При страхе высоты она поднялась на 12 метров над землей. Чтобы большое виделось на расстоянии, ей придется работать по 10 часов в день на протяжении недели. Основная проблема в том, что это масштабная стенка, и когда ты в люльке, у тебя нет возможности отойти подальше. То есть тебе нужно либо далеко-далеко на ней отъезжать, что страшно до жути, либо спускаться вниз и отходить. Когда ты стоишь рядом со стенкой, то есть ты видишь кирпичи, и вот они такие здоровые, непонятно, что это за часть, вот какие-то вот пятна. И только из расстояния ты можешь понять, что происходит. Продолжение следует...